Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому городку Санкт-Петербургу. Вот сейчас мы на площади Островского. Здесь есть такой дом архитектора Басина. Басин Николай Петрович. При участии Никонова он спроектировал, построил такой дом. Надо сказать, что Басин оставил о себе в Санкт-Петербурге значительное архитектурное наследие. Это десятки доходных домов, здания гостиницы России, типография Вольфа, много-много-много всего. Действительно можно посмотреть в Википедии. Там есть перечень всех этих домов, строительстве которых участвовал господин Басин. Ну что с этим домом? Действительность в конце 20-х годов площадь Островского застраивалась по законам классицизма. Это была огромная лаборатория, так называемая, архитектора Карла Росси. А что это лаборатория? Императорская публичная библиотека, Александринский театр. И поэтому возведение вот этого дома, конечно, оно выбивалось из общей канвы. Он не вписывался в общую концепцию площадь и вызывал много дискуссий и споров современней. Проект этого псевдорусского стиля по-разному был встречен критике. Кто-то восторгался, кто-то был резко против. Вот, допустим, Стасов хвалил живописность, крупные массы, резные карнизы повсюду, русские колонки, кубышки, столбики, рассеянные по обоим фасадам, которые образовали необыкновенное художественное целое. А Василий Петрович Стасов был известный русский музыкальный художественный критик, историк, архивист и общественный деятель. Сын замечательного архитектора Стасова, который при виде этого здания нагло влезшего в ансамбль площади хватил бы Кондрате, как написано в Википедии. Понятно, что здание не вписывается в ансамбль площади, но это как бы очевидно. Фасады дома с разнообразными по рисункам окнами, рисными полотенцами, кокошниками, столбиками, кубышками. Но говорят, что они были созданы по рисункам архитектора Роперта Никонова. Конечно, он является хрестоматийным примером игнорирования ансамбля Александринского театра, созданного в эпоху классицизма. Как вот написано Википедия, стоит отметить, что несмотря на наличие украшения в так называемом русском стиле, копирующего декоративные мотивы средневекового русского зодчества и народного прикладного искусства, здание не вызывает ассоциации с русской архитектурой, а узоры, выполненные в ином масштабе и из иных материалов, чем в прототипах, выглядят довольно нелепо. Кстати, известная рассказка. Гулял как-то здесь Александр Третий, но это по предателям, и во время прогулки смотрел на этот дом, и у него зародилась идея возрождения в державе русских национальных традиций. Посмотрел вот на дом, и вот такая идея возникла. Сначала он сам отрастил городу, а затем приказал сменить обмундирование русской армии и надеть на солдат из офицеров шаровары и высокие сапоги. Такая вот понижсказочка про Александра Третьего и возрождение в державе русских национальных традиций. Поэтому дом как-то повлиял все-таки на это дело. Один из лидеров русского стиля в 1881 году архитектор Султанов, выступая в Санкт-Петербургском обществе архитекторов, говорил, эти мраморные полотенца и кирпичные вышивки лягут позорным пятном на наше время. Они прямо покажут, что в нашем юном искусстве была благородная жажда творить в национальном духе, но не нашла должного удовлетворения. В народе прозвали этот дом Петушиным. Петушиный дом, Петушиный терем. Прозвали еще из-за того, что в нем живет много творческой интеллигенции. Писатели, музыканты, режиссеры, артисты. Так он и называется, дом Басина. Кстати, нашел высказывание, что в этом районе был в Толмазовом переулке кабачек в стиле а-ля рус. Он тогда только-только открылся и не был еще таким замызганным, как впоследствии. Там подавали чай в самоварах, половые щегляли в русских рубашках, в сапогах. Официантки носили кокошники. Это из воспоминаний ученика Петра Шулик Эдуара Блейха, 20-е годы. В этом же доме, в этом же доходном доме, жил архитектор Басин, творец этого дома. Басин окончил Императорскую Академию Художеств в 1869 году. В 1870-м получил звание классного художника архитектуры первой степени. Был направлен в поездку за границу. В 1874 году был удостоен звания академика архитектуры за его выполненный проект гостиницы. Работал архитектором воспитательного дома, домопрезрения бедных императриц Александра Федоровна, двора великого князя Николая Николаевича Старшего, а также архитектором страхового общества Россия и товарищества Новой Умогопредильни, так написано Википедия о Басине. Являлся членом Петербургского общества архитекторов. Кстати, здесь был склад крымских вин. Написано о приготовлении электростерилизационным способом консервированных виноградно-фруктовых соков без содержания алкоголя и молодого виноградного и фруктового вина. Руководил Жорж Рихтер. Вот такой вот нашел про этот дом. В начале 20-го века здесь находился книжный магазин контора издательства Мартынова. Действительно, до сих пор продаются книги издательства Мартынова. Можно посмотреть в интернете, они выставляются на аукционах. Вот здесь тоже был магазин. Ну, собственно говоря, все, что я хотел рассказать. Да, здесь была еще фруктовая лавка. Собственно говоря, и все, что я хотел рассказать об этом доме, что я нашел по поводу артистов. Этот дом проходил в хроник происшествий. Здесь был подпольный игорный дом. Ну, это такая слухи и печать в бульварной такой прессе. Кстати, здесь живет Кира Крельс-Петрова. Все, всем пока, всем привет, до свидания, все хорошее. Вот показал вам дом с петухами или петушиный дом. Площадь Островского, дом 5. Все, всем пока, всем привет, до свидания.